Вот так должна и может выглядеть площадь Ленина в скором будущем, считает группа разработчиков ее реконструкции, в числе которых и архитектор Илья Стюхин. Согласно проекту, изменения коснутся не только самой площади, но и пространства вокруг, например, улиц Краснорядской и Кольцова. Разработчики хотят освободить их от транзитного транспорта. Мы стоим на том самом месте, где исторически проходила улица Горького, которая раньше называлась Мясницкая. Она проходит ровно по правую руку от нас. Таким образом, мы можем вывести автомобильный транспорт напрямую на Первомайский проспект, сократить его присутствие на площади, не теряя при этом пропускную способность. Воспождаемое пространство, которое находится перед памятником, которое находится перед торговыми рядами, должно быть задействовано и благоустроено. Также разработчики планируют расширение сквера на улице Краснорядской за счет оптимизации ширины проезжей части. Ну, а на освободившемся пространстве, по мнению авторов проекта, можно обустроить сухой фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Добавить озеленение, скульптуры, лавочки, а также поставить малую сцену, на которой могли бы проходить различные мероприятия. Все это, отмечает Илья, повлечет за собой развитие малого бизнеса и, что самое главное, вновь сделают площадь Ленина главной площадью города, каковой она и была, как в дореволюционное время, так и в советское. Здесь гораздо более приспособленная инфраструктура, как с точки зрения доступа людей, так и с точки зрения близости, пространств для рекреации. Это городские парки, это Лыбецкий бульвар, это улица Почтовая. Конечно, площадь Ленина – главная площадь города, просто сейчас она не используется в таком статусе. Вот что думают о подобных изменениях сами горожане. Ну, конечно, нужно, чтобы город был красивый, чтобы приятно было прийти сюда. А то и тут машины, и тут машины. Даже очень интересно. Давно пора здесь что-нибудь интересное придумать. Пешеходные дорожки, велодорожки. Я как бы думаю, что да, потому что не очень удобно вечером, допустим, по Почтово, если можно пройтись, то здесь, ну, постоянно натыкаешься на машины, тем более, если родители с детьми, то, мне кажется, Рязани очередной парк бы не помешал, тем более таких масштабов в центре города. Действительно, многие горожане проект одобрили. Однако нашлись и те, кто выступил против. Среди них – автомобилисты Рязани, которые озабочены сокращением парковочных мест, а также вероятностью еще большего затруднения движения по центру города. При всем этом стоит учитывать, что в большинстве своем рязанцы не являются профессионалами и выступают за изменения или против них, не углубляясь в изучение всех нюансов. А таковых архитекторы с опытом видят немало. Так, Константин Камышанов отмечает, что, например, озеленение, которое предполагается сделать согласно проекту, попросту невозможно из-за проходящих под землей коммуникаций. И вообще, подобные проекты, по словам Константина Камышанова, должны разрабатываться при участии урбанистов, которые проводят анализ всего города как единого организма. Но таких специалистов в Рязани, к сожалению, нет. Мы должны прозонировать город и должны понять, где у нас зона фитнеса, где у нас зона бизнеса. Потому что, если в зоне бизнеса будет заниматься фитнесом, ну, это получится, наверное, какая-то каша. Или в Кремле мы будем устраивать там велогонки, это тоже будет неправильно. То есть, поэтому город должен прозонировать. Он у нас функционально не зонирован никем. То есть, нет идеи города. А в этой идее города, я думаю, было бы правильно еще взять, ну, сколько у нас есть площадей и понять их функциональное и какое-то такое эстетическое назначение. Кроме того, Константин уверен, идея изначально неверна. Площадь Ленина, несомненно, должна измениться и стать знаковой для горожан. Но не в плане появления еще одного места для увеселения с многочисленными кафе и фонтанами. Идея должна быть глубже. И, по мнению архитектора, построить ее стоит не вокруг личности политического деятеля, а чего-то более значимого для города. Предположим, мы себя позиционируем культурной столицей, поэтийской столицей России. Все-таки Есенин – это величина, которая, может быть, уступит только Пушкину, и, в общем, наверное, с ним никто не сравнится. И я поэтому, может быть, мы бы могли избрать, что мы там поэтийское сердце России. И форма этой площади могла быть подогнана вот именно под какую-то лирику Рязанской области. И хотя мнение горожан по данному вопросу, несомненно, важно принимать решение, должны все-таки специалисты, которые точно могут сказать, насколько реально воплощение в жизнь той или иной идеи. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».